Всем привет! Сегодня у нас жилой комплекс Просторная 7. Квартира сдавалась с ремонтом от застройщика ПИК. И в этом видео покажу, как мы прокачали этот ремонт. Давайте сейчас пройдемся в квартире и посмотрим, какие работы мы выполняли. Входную дверь мы заменили на такую же белую, но уже с хорошей шумоизоляцией и хорошими замками. При попадании в квартиру по левую сторону смонтировали шкаф. Здесь у нас отделение для верхней одежды, а здесь у нас полочки для того, чтобы положить всякую мелочевку. По правой стороне здесь у нас будет стоять тумба для обуви. Здесь у нас ванная комната. Посмотрите, как классно и стильно получилось. Демонтировали плитку на полу и на стенах, убрали всю чистовую сантехнику и смонтировали новую. То есть ванну тоже демонтировали. Это новая ванна от производителя Рока. Поставили перегородку для того, чтобы, когда вы принимаете душ, сюда не попадали брызги. Поставили новые смесители и вот такие вот полочки для банных принадлежностей. Установили зеркало с подсветкой. При помощи клавиши можно включать и выключать свет. Здесь у нас шкафчик для всяких разных мелочей. Демонтировали инсталляцию и установили новую подвесную чашу. Электрический полотенцесушитель. Здесь нет возможности подключения водяного, поэтому один вариант только электрический. Детская комната. На полу мы демонтировали ламинат, уложили новый. Смонтировали вот такой высокий полиуретановый плинтус, который покрасили в один цвет со стеной. Цвет мы выбрали приятно розовый. Эти обои мы не трогали от застройщика, просто их покрасили. А вот на этой стене мы сняли обои, отшпаклевали финишной шпаклевкой и поклеили вот такие фотообои с дуванчиками. Здесь у нас то же самое обои от застройщика. Надежной потолок мы не трогали, только установили люстру. Двери, кстати, мы демонтировали с сохранением и потом уже смонтировали их обратно. То есть по всей квартире двери остались от застройщика. Здесь у нас спальня. Аналогичная работа, как с предыдущей комнатой. Заменили ламинат, смонтировали плинтус. Это у нас тоже обои все остались от застройщика. Здесь уже покрасили фисташковый цвет. Натяжной потолок остался от застройщика. Установили вот такую вот люстру. Над дверью смонтировали кондиционер и когда он включен, он не дует на кровать, а поток попадает вот в этом направлении. Также здесь установили мебель, шкаф для одежды. Одна тумбочка, можно поставить две, но немножко сместить ее, циковать влево. Далее проходим в кухню-гостиную. И вот смотрите, здесь у нас должен быть гостевой санузел. Но смотрите, какая идея. Мы демонтировали всю сантехнику, поставили заглушку и сделали из этого помещения гардеробную. Если вам достаточно одной ванной комнаты, то это помещение можно смело отдавать под хранение вещей. Далее у нас кухня-гостиная. Здесь совсем минимум по работам. На полу заменили ламинат, полиуретановый плинтус. Обои оставили, покрасили в белый цвет. И немножко добавили электроточек. В частности, это вот на кухонном фартуке. Также добавили розетку под посудомоечную машину, а также под другую бытовую технику. И в этом помещении аналогично с предыдущим смонтировали кондиционер над дверным проемом. Вот такой ремонт получился. Все ваши вопросы пишите, пожалуйста, в комментариях. Либо по номеру WhatsApp, который я оставлю в описании к данному видео. Спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. Всем пока!